Исполняющий обязанности Павлов вручил моей семье благодарственное письмо за благоустройство села. И вот сейчас я получаю вот такое извещение, что я правонарушитель. Елена Шубина получила грамоту за активную жизненную позицию. За неё же и пострадала. Когда летом она сплотила жителей села Подсосинки, и они сообща обустроили детскую площадку, администрация Наталинского МОО была не против такой активной гражданки. Но когда зимой Елена начала бороться за то, чтобы с их улицы вывозили мусор, оказалось не в почёте. Я привлекла, сделала вот это вот ЧП, такому масштабу выбросила мусор, который администрация сама мне вставляла палки в колёса и не могла просто расчистить дорогу. Дороги в Подсосинках были расчищены ровно под легковую машину. Елена сделала множество фотографий, подтверждающих, что мусоровоз по некоторым улицам просто не проедет. По договорённости, по субботам сельчане выносили мешки с мусором к обочине, но их никто не забирал. Горы отходов росли возле каждого дома на улице Фабричной. И когда у Елены кончилось терпение, она отвезла и свои, и соседские мешки к зданию в администрации Подсосинок. Это неправильно, но это побудило к действию хотя бы их, чтобы немножко расшевелить, а не просто обещание, потому что это каждая суббота, это четыре субботы в месяц, к которым мы обращаемся к ним, звоним по телефону. В принципе, Елена могла и не сознаваться, что это именно её идея привести мешки с мусором к порогу администрации. Кто его знает, чьи отходы в этих мешках. Но поскольку акция была направлена на привлечение внимания конкретного человека, главы Александра Аникеева, то и инициатор скрываться не стала. Было полное бездействие. Мы основили регионального оператора в очередной раз, когда он у нас приезжал. И ребята вот с этого как раз транспорта сказали, что мы категорически отказываемся собирать ваш мусор по причине все вопросы администрации. Не очищены дороги, мы буксуем на каждом повороте у вас. Это занимает, потому что очень много времени, и машина не может выехать. Ну тогда мы собрали этот мусор и положили к порогу администрации. Мы не скрывали, что это мы сделали. Я знаю, что это административное нарушение. Но мы хотели привлечь внимание к нашей проблеме. Нас не так много здесь, не так много сложных участков. Мы предложили какой вариант? Расчистить дорогу на углу детской площадки. На что нам сказали, а может вы кресту будете на фабричную 1 возить? Но извините, это не вариант. То есть это то же самое, будет несанкционированная свалка. Что у администрации, что у поклонного креста. Это я не считаю правильно. Мы просили контейнеры поставить. Да, это опять определённая сложная проблема. Организовать контейнеры. Площадку. Можно сделать санкционированную площадку по сбору. Администрация не хочет на себя это брать. Потому что это уже будет нести ответственность администрации. У активных граждан, которые переживают за своё село, лопнуло терпение при попытке найти общий язык с местными чиновниками. Представители сельской администрации, судя по всему, не учатся на ошибках своих старших товарищей из областных и федеральных ведомств, которые за своё бездействие и неумение видеть проблемы жителей поплатились своими должностями. А всего-то надо общаться с людьми и решать вопросы вовремя. Продолжение следует...